Значит, говорят, что здесь арендует квартиру бывший пресс-секретарь губернатора, это фамилия Шляхова, Рита Шляхова. Как я понимаю, это ее сын, приехал к ней с своей женой и детьми. Трое сыновей у них, мальчики, как я понимаю, погодки, лет 9-8-9 лет, и еще маленький ребенок с ними. Значит, эта семья у нас появилась в первый раз, мы о ней узнали в конце мая, когда в разговоре между соседями узнали, что какая-то семья во дворе приехала неизвестная. Мальчики ведут себя некультурно, агрессивно по отношению к нашим детям. У нас закрытый двор, все играют вместе, и приезжие, и дети, которые здесь живут, никаких конфликтов нет. Но приехала эта семья, сразу поначались конфликты между детьми. Мы пытались с родителями поговорить по поводу ведения их детей, которые что детям, что взрослым, скажем так, выражались очень некультурно в отношении наших детей, в отношении меня конкретно и других родителей. Обращение к родителям этих детей, они не привели к какому результату, родители не хотят нас слышать, они слушают детей, которые перевирают ситуацию, и также родители нападали на нас, говоря о том, что мой муж разберется с тобой, например, другие угрозы различные. Соответственно, дальше, когда обратились к родителям, вышел папа и начал некультурно вызывать детей, что они обижают его детей. В начале июля они появились снова. Как мы поняли, они приехали отдыхать к бабушке. И каждый день какие-то начались у нас с ними стычки. На замечания дети реагировали агрессивно. Значит, начинали говорить грубые слова взрослым в том числе. Конкретно, когда произошел конфликт, о котором она посвящалась в прессе недавно, это было 4 июля, девушка вышла из подъезда и увидела, что дети бросаются песком, о которых мы говорим. Она им сделала замечание, на что они отреагировали некультурно. То есть конкретно были сказаны в ядре слова. Можно говорить так? Дурой ее обозвали, скажем так, и не только это было. Соответственно, конечно, такое она оставить без наказания не могла. Она взяла ребенка за футболку, подвела к двери, попросила вызвать маму на улицу, чтобы поговорить с мамой о поведении ее ребенка. Ребенок начинал говорить о том, что он, не знаю, номер квартиры. В итоге она пустила его своим ключом в подъезд, и он побежал за мамой. Дальше вышли родители. Начался тут скандал во дворе, нецензурная брань. Папа нападал на эту девушку, грозил ей, что, скажем так, используя свое служебное положение, будет мешать ей жить, скажем так, и дальнейшая угроза в ее адрес. Должность нет. Он сказал, что она из аппарата. Ты не знаешь, с кем ты связалась, и тому подобное. Дело в том, что в этот момент в дворе был только один взрослый человек, кроме этой девушки, и дети. О том, что пишет пресса, что свидетели показывают, что она била головой об дверь, естественно, свидетели такого не говорят. Мы всех людей спросили, всех детей спросили во дворе. Никакого битья головы о дверь, естественно, не было. Единственное было, что она подвела его к двери и попросила вызвать мать в домофон. И потом запустила его в подъезд, чтобы он вызвал мать из дома. То, что написано в прессе на разных сайтах, это вообще нас очень сильно возмутило. Мы знаем эту девушку уже не первый год. Мы общаемся вместе, гуляем постоянно. Наши дети вместе ходят в садик, общаются каждый день. И такая несправедливость со стороны средств массовой информации нас вообще поразила.